Привет, мои дорогие друзья. Вы знаете, для меня настоящим шоком, наверное, стало, до сих пор еще я умею быть шокированным, шоком стал запрет, по сути, для изучения школьниками, ряда авторов и произведений, ну, типа, российских. И туда же приписали Михаила Булгакова, с этим я согласен, конечно, потому что, вы знаете, так часто они любили рассказывать про Шариковых, Швондеров, не понимая, что они ими и являются. И так хихикали, хихикали, а потом начало доходить дорогу, они начали своим пальцем с отросшим черным ногтем колупать свою голову немытую и понимать, что это, возможно, про них. И вот так косо начали поглядывать, плюс еще начали почитывать там Белую Гвардию, там типа, ого, и ну и как бы, и поняли, что кит, кит, что-то тут не то, знаете. Если кто не читал, обязательно прочтите. Не очень большое произведение, но очень крутое. Написано настоящим киевлянином. Ну, запретили они и произведение настоящего киевлянина, это вообще для меня был, конечно, шок. Анатолия Кузнецова «Бабий Яр», которое лично я считаю самым сильным и самым страшным произведением об этой трагедии, написано вот, ну вот, именно плоть от плоти киевлянинам. И только киевлянин может это понять. Вы знаете, я не имею в виду, что там в 28-м поколении, а просто человек, который принимает Киев, а не привносит свое, не привносит свой хутор в Киев, а все получилось наоборот в Украине. И теперь, по всей видимости, школьники будут читать, ну как обычно, про валов, про глэчики, про чужую грушу и тому подобное. Вот я читаю список. Антона Чехова поддерживаю, полностью поддерживаю. Чехов, зачем это надо? Пушкина, конечно. Крылова, Лермонтова, важно. Булгакова, отлично. Льва Толстого, это очень правильно. Я очень правильно это считаю. Во всем мире изучают Льва Толстого. Здесь не будут. Забыть о Льве Толстого. Тургенева, ой, ну это Бунина. Вы знаете, что Бунина, он же, его-то не публиковали, потому что «Темные аллеи», да это вообще эротика. Хотел сказать порнография, но думаю, ну все-таки, наверное, не порнография. Хотя такое, правильно запретили. Иосиф Мандельштам, согласен тоже, на 100%. Он настолько антиукраинский вообще поэт, настолько он вообще, знаете, как бы ставил под сомнение, можно сказать, что нельзя ставить под сомнение. И вот эти Рогули, они же не помнят стихов вообще. Сейчас вообще, знаете, со стихами, ну не так модна поэзия, но каждый, кто читал Рымбо, Лорку, он уже не забудет. Я Мандельштама забыть не могу, у меня, к примеру, в голове сидят его стихи. В частности, про Киев. Как по улицам Киева Вия ищет мужа, не знаю, чья жинка. И на щеки ее восковые ни одна не скатилась слезинка. Не гадают цыганочки кралям, не играют в купеческом скрипке. На крещатике лошади пали, пахнут смертью господские липки. Я помню это. А Рогули не помнят. И помнить не будут. Вы знаете, что рассказывают о том, что вот эти же, эти же фамилии практически все. Александр Блок, да, там, ну Александр Блок, окей, Достоевский. Вот, Пастернак, не читал, но как бы осуждаю и так далее. Что вот они были запрещены при Союзе. Здесь это не совсем так, потому что Булгаков публиковался в 20-30-е годы. Потом Мастер и Маргарита в 67-м году вышел. Потом в 70-м каком-то там году более полный. Уже полный, ну, версия вышла там в 90-м году. Я читал в самоиздате. Но аналогии правильные. Аналогии правильные. Вот эти вот черти запрещают. Извините, что так много времени посвятил этим чертям. Просто мне кажется, что при таком подходе, знаете, дети через 10 лет станут просто тупыми рабами. Дебильными. Это же невозможно, то, что делается сейчас. Это просто невероятно. А теперь о том, что происходит, что вероятно, да. Приезжает группа политиков внезапно в Украину. Я сразу сказал, они приехали для того, чтобы подтолкнуть Зеленского к подписанию определенного позорного соглашения. Вот они приезжают. Меня интересует другое. Вот Дания и Нидерланды были против статуса кандидата ЕС для Украины. В Дании отказываются от решения о статусе кандидата к выводу Еврокомиссии. По Рогульному, имеется в виду, что Дания полностью полагается на выводы Еврокомиссии. То есть был ряд стран, которые однозначно против высказывались предоставления Украине в нынешнем-то ее виде, форме вот этой, кандидата на членство в ЕС. Что звучит даже глупо, да. Зеленский объяснил Дании, почему важно поддержать кандидатский статус. Вы думаете, что он что-то важное, ну такой объяснил, что для нас это один из факторов прочности нашего государства, мотивации нашего народа, нашей армии. А значит еще раз один из ключевых факторов объединения нашего народа против агрессии. Предоставление статуса кандидата на членство в ЕС, это мотивирует нас против агрессии. И вот Дания послушала, вы представляете, и внезапно поддержала предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. Собственно, я об этом и говорил, что статус кандидата будет поддержан. Я даже объяснял почему, сейчас попытаюсь объяснить еще раз. Крайне резко выступали Нидерланды. Они выступали и против подписания соглашения об ассоциации. Им даже не понравилось и на 1% то, что в Украине посчитали, что это может быть каким-то путем к вступлению в ЕС. А в Украине так посчитали, и некоторые лохи даже рассказывали, что это и есть почти вступление в ЕС. Вот Нидерланды очень жестко выступали. Премьер Рютте заявляет, что Галяк. Дания и Нидерланды выступили против наделения Украины статусом кандидата в ЕС. Но с Данией мы уже поняли. А Нидерланды такие, ну они очень и очень тверды в своей позиции. Им не нужен еще один коррумпированный, беззаконный, еще и нищий нахлебник. Им этого не надо. В Нидерландах сказали, когда определяться по статусу. Что они сказали? Что мол, типа, они так же будут полагаться на выводы Еврокомиссии. Как будто в Еврокомиссии сидят такие гении, никаких свет не видывал. Большой привет этим гением от всех автомобилистов, потому что сегодня утром выехал. Посмотрел на цены на заправке и думаю, их-то наверное спонсируют, правильно, за счет налогоплательщика. Поэтому им поплевать на цену бензина. Но идем дальше. Нидерланды просят Брюссель о четких условиях. То есть, они таки не прогнулись. Им нужны условия. В частности, Еврокомиссию призывают прописать в своем выводе, какие реформы Украина должна будет осуществить. Нидерланды привели подробное описание того, что считают необходимыми критериями. Нидерланды однозначно настаивают на том, чтобы наконец-то в этом государстве было верховенство права, какое-то хотя бы подобие законности, да. Ну и всевозможные там реформы, которые должны привести к тому, чтобы Украина перестала быть просто нищей попрошайкой. Но при этом вы должны понимать, что Нидерланды согласились. Почему они согласились? Давайте вот дальше пойдем. Макрон предложил создать новое европейское сообщество. Все как будто бы говорили, что это невозможно. Даже не хотим это обсуждать. Это чушь. Ну бегали несколько маленьких стран, но они никогда ничего не решают. И в принципе на них никто никогда не обращает внимания. А вот крупные игроки были против. Нет, это невозможно. А потом крупные игроки, вот как вроде что-то с ними случилось. И Нидерланды уже сказали, ну ладно, там прописано, окей. Мы соглашаемся. Слава Украине! Во Франции говорили, что мы должны быть честными. Во Франции призвали не лгать о скором принятии в ЕС. А потом вдруг поняли, нет, не должны. А почему мы должны быть честными? Не должны. И вот уже Франция не против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. И вот уже Макрон, который прибыл на встречу с Гитлером, с Зеленским, говорит, что Франция, ФРГ, Италия и Румыния за немедленный статус кандидата в ЕС для Украины. Надо не то что предоставить, а просто немедленно предоставить этот статус. Необходимо вот прямо сейчас предоставить. Потому что... Потому что маромушта. Макрон объяснил, как Украину будут продвигать на пути к членству. Мы с президентом Зеленским условия не обсуждали. Ведь у Украины сейчас главная задача выиграть войну. Условия будут сформированы после. Безусловное. Безусловный статус кандидата в ЕС. Какие могут быть сейчас условия? Родина в опасности. Поэтому первое, о чем мы должны думать, это конечно о членстве, кандидатстве в ЕС. Это очень важно. Блумберг. Ряд стран ЕС, в частности Германия и Нидерланды, выступают против предоставления. Да, что там с Германией? Вначале Шольц говорил, что... Ну, вы чего? Ну, нет короткого пути в ЕС. Извините, да? Потом вдруг внезапно Шольц заявил другое. Вот Шольц говорит сейчас уже, что Германия будет выступать за положительное решение Шольца движения Украины в ЕС. Темпы зависят от кандидата. Потому что Шольц все-таки понимает, что с него могут когда-нибудь спросить за вот это согласие. И поэтому он страхуется, как опытный политик. Это непростой путь, напротив, очень требовательный. И он может занять длительное время. Это вопрос демократизации общества, решения проблем с верховенством права, с коррупцией. И что интересно, когда вот эти вот приехали и обнимались с Гитлером, с Владимиром Александровичем Гитлером, то как раз в этот же день по беспределу, без участия адвокатов запрещалась партия Рогульским судом города Львова. Это как раз о верховенстве права. На основании того, что в средствах массовой информации указано, что ее деятельность очень нехорошая. Австрия также артачилась. Должен быть иной путь. Глава Медавстрии высказался против членства Украины в ЕС. Ну, подразумевая, вот вы сейчас поймете, наверное, что вот это вот статус кандидата подразумевает вступление в ЕС. Они никто, по-первых, не поняли. Все вот они, все те, кто выступали против, резко выступали против, им кое-чего не объяснили. Чего никогда не объяснят украинским читателям, зрителям, избирателям. Австрия и Дания рассказали, при каких условиях поддержат. И вот внезапно поддерживают. Смотрите, престарелый президент Австрии считает необходимым предоставление Украине статуса кандидата. Может быть, его уговорила вот эта вот жаба, которая к нему прилетела. Спикер украинского парламента. Да, скорее всего. Он сказал, что ваша поддержка была. Нет. Его уговорили другие люди. Другие люди, с которыми, конечно же, которым выказал полное свое согласие Зеленский, объяснили, что статус кандидата на членство в ЕС никогда не приблизит Украину к ЕС. Он никогда не будет означать вступление в ЕС. Это просто погремушка, пластмассовая, дешевая, которую дают в руки и говорят, греми. И начинает греметь. Но начинает греметь для собственных избирателей. Что нужно Зеленскому? Этому ублюдку нужно, чтобы он оставался у власти вечно. А ему для этого нужно лохам, которые смотрят телевизор, вот это вот и слушают его, славят его в соцсетях, показать. Смотрите, мы уже почти вступили в ЕС. Будет ли это трудно? Нет. Извините, но народу, которому можно было скормить про призрака Киева, который сбил 30 самолетов. Народу, которому скормили, что ассоциация с ЕС это почти вступление в ЕС. Вы помните это? Везде была реклама и они поверили. Таким ребятам вообще сложно скормить то, что членство на кандидатство, это и есть почти вступление в ЕС, расплюнуть. Но серьезные ребята, которые прилетели в Киев похрюкать и так далее, они знают, что это не имеет никакого отношения к вступлению в ЕС. Это же объяснили Нидерландам, Австрию и так далее. И прописали. Прописали, я уверен. Что же потребует от Зеленского в ответ на это, конечно же, договоренности с Российской Федерацией? Никого из богатых стран, никого не устраивает та ситуация, которая сложилась. Санкции бьют исключительно по Европе. Санкции бьют по западному миру. Это факт. Война, да нахрен она кому нужна? Она не нужна точно. Поэтому они, закрывая глаза на кто такой Зеленский, они приехали бы к Гитлеру договариваться. Обнимались бы с Адольфом. Целовались бы. Если бы висели трупы, они бы говорили, не вижу, не вижу. И договаривались бы за то, что выгодно им. Им выгодно то, чтобы украинская власть начала сдавать украинские интересы чуть-чуть побыстрее. И чтобы было подписано соглашение с Российской Федерацией. Конечно же, на условиях Российской Федерации. Которые будут невыгодны, конечно же, территориальной целостности Украины. Будут выражаться мягко. Но при этом, которые будут выгодны западному миру. Который, наконец-то, освободится от необходимости вводить санкции против самих себя. Вы понимаете, что дальше будет? Дальше надо готовиться к массированной пиар-атаке о том, что Зеленский почти привел нас в ЕС. Но при этом, я не знаю, как они будут забивать, драпировать эти новости. Надо готовиться к унизительному подписанию соглашения с Российской Федерацией. И потери, скорее всего, территорий. В принципе, это государственная измена. Но мы же понимаем, в каком мире мы живем. Пока.